Привет, ребята! Всё, миссия за светлую сторону пройдена, злоуповержена, но есть ещё кампания за тёмную сторону. Мне почему-то в мире Властелин колец больше нравится за тёмных играть, они как-то более интереснее у них, как-то всё разнообразно и так далее. Ну чё, надо послушать туда описание миссии в кусте реки Энтов. Продолжение следует... Гришнак выделил для их сопровождения отряд воинов. Ну, Гришнак это главнокомандующий орков. Сейчас посмотрим ролик, что они там замутили. Покажите, чего вы стойте на деле, жалкие черви. Те свиньи, которых мы послали на Рохан, ничего не стоят. Сплюнул. Им надоело безвкусное мясо, и они сожрали своих рабов. Теперь нам придётся гнать туда новых на замену. Да глядите, чтобы они добрались туда живыми. А, я за ним пригляжу. Да, мы ими займёмся. А если мы проголодаемся, то мы просто... Я сказал живыми. Разуйтесь, зенки, вы быдло-бельмасты. Если не можете справиться сами, подготовьте ещё воинов. Валите. Пробирайте через болото. Я оставляю вас здесь, бесполезные ублюдки. И попробуйте только не управиться. У меня есть дела поважнее, чем защищать жалких рабов. Шевелитесь, подонки. Жёсткая, конечно, озвучка тут на высоте. И голос мне очень нравится. У тёмных и вот этот чел, который про Мисси рассказывает. Так, ну чё, всё, понеслась. Даются рабы, пехота. И вот это, гоблин-надсмотрщик, это ну как шатёр у светлых, только... Короче, как этот... Как она, блин... Как коровы в старике у зергов. Вот он ставит столбы эти. От столба отходит вот такая говноземля. И на вот этой говноземле строятся постройки у тёмных. Смотрите, как тёмные строят. Берут из грязи, лепят и всё. А ещё тут, блин, стрёмная вещь. Вы видите, в спине у раба такой, как петля. Крюк какой, вживлён. Наверное, когда их куда-нибудь везти, цепь продевают. Чтоб они не убежали. Так вереницы ведут куда-нибудь. Ещё жесть. Вот орк-мечники. Тоже классно прорисовано. Щит такой деревянный. Око Саурона нарисовано. Стрёмный, конечно. Всё такое сделано, конечно. Прям как по книге. Так, чё мне надо? А, эту. Бойню. Тоже плавильная и бойня. Так, всё, понеслась. Так же можно в сарае делать гоблинов. Ну, это как такая говнопехота мелкая. Так, и мордорская крепость. Ну, это как цитадель такая. Так, и казармочку замутим. Всё. Добыча пошла. Ресурсов. Так, надо ещё одно насмотрюще. Насмотрюще какие-то сапоги. А, у него как когти какие-то сделаны. Офига себе. Кнут учит. Он кнутом их всех бьёт. Жесть. Ну, рабы, конечно, жёсткие. Стрёмно быть рабом. С крюком в спине. И со спущенными трусами какими-то. Воля Сауруна. У-у-у, прикольно. Так, давайте, работайте, ребятушки. Так, вот музыка ещё классная. Как барабаны такие. Ту-ту. Так. Ну, пока не будем никуда разведывать. Потому что наверняка там эти стоят какие-нибудь роханцы, гондорцы. И прочая-то шелупень. Так. Казарма. Сейчас вот так развернём её. О. Молодри, господин. Тоже такие флажки, цепи и всякие эти знамёна Сауруна. Глаз этот. Так, давайте, помогите, коллеги. Ну всё, сейчас строим пехотку и пойдём келять всех. Так, всё, отлично. А, тут можно лучников, орков делать и этих, пехоту. Может, две казармы построить? А чё? Конечно, две, но у меня места нет. А, блин. В натуре нету места, ребята. О, как-то. Фигасел. Ладно. Ну, они фиговы, вот эти гоблины. А что поделать? Блин, я по руде я просел. Народу требуют казарму. Ага, 110. Так, ладно, бойцов сюда. Это тоже в ближнем бою. Гоблины идти. С копьём таким длинным. Так, ну Карина. А, по идее. Вот видите, всё, лимит у меня. Надо строить вот этих придурьков. Оп. Отменяем. И строим надсмотрщиков. Так, а кузницу какую-нибудь не могу я. А, нету. Так, а жрачки сколько? 1400. А ты, а к лучник, что он требует? 10 руды. А, мечник вообще руды не требует. Это хорошо. Так, построим ещё чуть-чуть. Сейчас брагу создаём и идём вносить гоблину. Ребята. Так. Так, давай-ка ты сюда, точка сбора. Так, всё делают. Блин, ну мне вот это вот, конечно, стремает, что у них в спине. И ещё спина такая раздёртая. Крики какие-то. Ну, они там какого-то рубят. А, кстати, орки же, они являются каннибалами. То есть, они жрут себе подобных. То есть, вот, сильный орк может запросто сожрать слабого. И всё, там у них в порядке вещей. Некоторые так и делают. Так, ну лукарей надо. Так, гоблицы тоже еду часто требуют. Всё. Ну, поеди мне. Косарь есть. Да, жалко грейлев, я не могу. Так, вот, лучники прикольные тоже. В какой-то шапочке он такой. Как бы, этот, чепчик для лучников. Вот, он покрупнее такой. Руки у него здоровые. Так, ну что, всё. Сейчас лучников достроил. Можно идти. И попутно резервный отряд надо будет делать. Прикольно, когда я их всех выделяю. Они такие, уху. О, что-то. Построились такие. О, подпускаю. Расслабились. Ну, типа, вольно. Вот это смирно. О, всё. Руду вытернули. Ну, ладно, я думаю, с этой брагой вся хрен не знает. Потихонечку выдвигаюсь. Последний подожди. А, последний подожди. Ох ты. Эти рейнджеры. Да. Что-то они меня щенят. А, не, я их перерезал. Вот этого. Тут, блин, они двигаются. Их не вот это, у врагов, как это называется. Ну, кружки эти, чтобы их выделить. Чтобы атаковать. Уезжают. Ты немножко не скликаешь. Вот в Варкрафте третьем, там как-то они не так брыкаются. Так, всё, продвигаемся. А, это ж мы по болотам этим. О, гондорцы. Ух ты, навалились. Кровища хлещет. Так, а я их вообще сношу. Ну, конечно, такие орки. Вообще, стрёмно быть человеком, потому что против себя воюют такие стрёмные существа. Это мы тут в игре видим, что... О, орки прикольно. Романтика. А, на самом деле-то, если в жизни увидеть орка того же, это стрёмная вещь. Ух ты, ух ты. Тихо, тихо, тихо. Сейчас разрубаем их. Давайте все, офигачу. А, вот, у меня очки ещё эти. Ну, мальчики тоже поумирали. Ну, гобли в основном. Так, идём дальше. Так, что мне по силам, это что? Под действием этих чарп любой участок земли превращается в болото, замедляя врагов. Ну, это фигня. Дальше, вороны. Он закрывает их от вражеских стрел. Ну, короче, от дальних атак защищает. Вот, это регенит хп. Три очка, наверное, это что? Сотворение кладовского бериска. Кто-то понимает, что есть. А, ну как урон поглощает. Всё, понятно. И барлога вызывать. Ну, у светлых он-то. А у тёмных барлога. Барлога. Так, что... О! Двое десяточка. Ух ты. Я подумал, напали. Так, подождите, чуваки. Сейчас я ещё пацанов создам. Всё, пошли. Продвигаемся. Гопат рядом. О, один гобль только вышел. Может, ещё и подождать, чтобы потусовались. Так, ты понимаешь, что тут в рот? Хочую добычу. Водичка. О, 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 о. Давайте их фиганём. Да ёмое. А я нахилку-ка буду копить. Ну, ещё вот это обелиск полезный тоже. О! Подкрепление. Лучники перегруппировались. Блин, лучников. Ах, лучники. О, смотрите. Текстура как залагала. О, прикольно. Так, давайте этих... Пускай подтянутся. Так, всё, выщем они, да? Сейчас насмотрщиков я сделаю. Они под конвоем поведут этих рабов. То есть нам, рабов, надо вот эту точку. Чё, дальше можно? Потихонечку. О, всё, у меня регенка есть. Отлично. А обелиск сколько стоит? Ух ты, даже четыре. Четыре силы. Ух ты, медведи. Вот медведи жёсткие. А я на них не пойду. О, гондорцы. Пустите в кровь. О, один сдох. Вот и всё. Ага, тупик. Шо, через медведя пробираться? Да как-то не очень хорошо это. Ладно. У меня новые солдатики есть. Деди просто очень толстые, у них хп дофигища. Да и дамаг у них нормальный. Ух ты. Согрелись. Вот тут бы обелиск мне пригодился. О, один давай, один убегает. О, один что-то замялся. Всё, одного убили. Да, нормальный так. Так, всё. Всё, давайте пробираемся, чуваки. Такие, блин, все мокрые. Пехота. Оргская пехота. А, это он один возле костра. А, не, ну три фигня. Может, хильнуть пацанов? Не, не надо. Рано, рано, рано. Давайте на мясо. Ой-ой-ой, не, я хиляю вас. О, хорошо. А вы потихонечку продвигаетесь. Всё, лагерь оставляем. Тоже конвой такой пойдёт. Не, он пойдёт, гоблин, в основной отряд. Чё, опять вброд? Ой-ой-ой, ты птичка. Летучая мышь. Так, чё тут дальше? Почти дошёл. Осталось килограмм. Ох ты. Опа-на. Там уисал эти, кони. Сейчас поодиночку так вот согрю. Так, лучники, ну-ка. Дебил. Давайте. Ну, какие-то нормально они сносят. Вообще-то, мне обелиск не помешал бы. Там конница. Тихо-тихо-тихо. Ну-ка. Ай, вышка! Тихо, от вышки отходим, ребята. Ничего. Ой, только этого не хватало. А конница фиговая. Её как-то лучники вообще сшибают. Фигня, да. Зарезали. Да, вон вышка я вижу. Назад, назад, назад. Всё, теперь кровь пускаем. Так, пацаны, давайте. Продвигайтесь. Ну всё, сейчас штурмуем вышку. А, вон она, типа. Да, не могу я пройти чуть-чуть вышку. А-а-а. Не могут вместиться. Так, эти приду... О, идут такой конвоем. Один сзади что-то зашкирился. Неправильно идёте. Вот так, наверное. О! Теперь... Теперь чётко идут. Ну, как бы этот контрит, чтобы и задние не убежали. И такие ручками... Как детей в школу. Ну, типа, как воспитательница. Так, тут куда? А, брод тут есть. Всё, дошли до лагеря. Кажись, да. Так, где-то детский садик. Вон, вырвались вперёд. Так, обрадовались. Ну всё, перешли мы эти болота. Я чую добычу. А, тут ещё можно по стольке делизить. Так, 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 так. Клещик, ну! У них ещё какие-то ошейники вон. Пустиди меня! Ага. Или это уши? А, это уши. Ну-ка. Надо рассмотреть его. Да, да, ошейник. Голос Красс. Голос Красс. Из болота. Рабы добрались до лагерей армии Мордора в Рохане. Благодаря тому, что заставы противника на болотах были уничтожены, стало существенно легче присылать подкрепления и подвозить провиант. Благодаря тому же, конечно же плюс. Продолжение следует...